Ну вот я и поднялся от озера Казино и Ам снова на трассу. Сейчас у меня заканчивается асфальт. Я очень быстро взял этот перевал, который вернул меня на высоту 2000 метров, потому что еще не жарко было. Дагестанская деревня Анди. Выжженные где-то уже поля, потому что Дагестан это все-таки самый жаркий, наверное, регион. Полицейские, которые наливают тебе кофе, чай, дают булочки, бутерброды и сыр. Такие полицейские могут быть только на Кавказе. Пожелали мне не гвоздя, ну не жезла, а жезл я уже у них словил. Поболтали со мной обо всем, как обычно, за жизнь, за страну. Поехал дальше. Кстати, сегодня пятый день моего велоприключения. Сегодня 1 сентября, первый день осени. Учителей, учеников, студентов и преподавателей. С Днем Знаний. Дагестанские сады. Нахожусь в ущелье между двух хребтов. Хорошо, что посмотрел высоту по карте 1000 метров. Еду вдоль русла реки. Андийская Кайсу. К поселку Тлох. Итак, Тлох. Село, городок, не знаю, как назвать. Вот такие вот знаки, они повсюду. Это уже норм. Я уже привык к ним. Тлох зажат. Вот в таких красивенных стенах. Что с одной стороны, что с другой. Поэтому из него выбираться мне сейчас серпантинными путями. И много-много придется пролить здесь пота. Так вот, ребята, вы думали, для вас кино снимать, что ли, просто? Зара тридцатка на перевале. Хожу туда-сюда ради этих кадров. Начал оттлохо подниматься на этот перевал. Еще один. Я понял, что у меня кончилась вода. Просто. Мне опять повезло. Я опять остановил мужиков. Меня напоили водой. Хотели и накормить, но я отказался. Поэтому я снова полон силы, энергии и веры в людей, что самое главное. А люди здесь, я уже тысячу раз говорил и скажу, золотые! Привет всем, Дагестан. Вы лучшие. Смотрите, где я. Смотрите, какие за моей спиной стены. А это просто с ума сойти. Удивительный момент наступает. Я еще в солнце, но впереди меня прям очень жесткий грозовой фронт. Вот так вот он выглядит в ущелье. Грохочет гром. Я сейчас поеду под дождиком, наконец-то. Убираю всю технику по пакетам и ничего не снимаю для вас. Только сейчас я понял, что дождь это благодать. И если бы не он, я бы вот в этот перевал, который даже на карте я как-то для себя и не отмечал, что он будет серьезным, под палящим солнцем бы просто помер. Слабонервные могут на пару секунд, может быть на секунд, на 15 отвернуться, а остальные смотрят, где я еду. Иногда мне кажется, что я полный псих. Четвертый перевал за день почти взят. Четвертый полноценный перевал. Я никогда такого даже не мог себе представить. Дагестан, что ты со мной творишь? Опять у нас идет дождь и светит солнце одновременно. Посмотрите, асфальт на самом верху. Как я устал. Итак, сегодня у меня на ужин вот такая красота, потому что я решил себя прям побаловать за сегодняшний супер день. Картошечка, я уже так по ней соскучился. Люля-кебаб свежайший. Рагу тут, грибочки. И лучок. Все это я еще шлифану кофеечком, который здесь купил. Потому что здесь было какое-то прям цивилизованное село. Там была кофейня. Значит, я там купил двойной американо, налил себе в термос. И у меня сейчас будет просто божественный вечер. За вот эту вот огромную тройную порцию еды, потому что тут двойная порция картошки, 4 люля-кебаб и вот это овощи. За все я дал 400 рублей. 400 рублей, друзья! Я думаю, что и шестой, и седьмой день будут примерно такими же. То есть как бы тут в Дагестане за эту красоту невероятную платишь, работая на велосипеде. Но посмотрите за то, на что я смотрю. Вот такой вот хребет, вот такая вот плата идет. И я вот просто любую сижу на эту долину. А небо чистое, и через час будут звезды. Все небо полное звезд. Собственно, вот так вот мое место стоянки вчера выглядит утром. Правда, уже 7 утра. Солнце, смотрите, как высоко уже жарит. Я сегодня долго спал. Позволил себе после вчерашних 110 километров по четырем перевалам. Вы это уже смотрели. Я нахожусь на Хунзасском плато. То есть это вот 1800. И на нем свой отдельный мир. Несколько селений. Довольно много, кстати, селений. И вот именно здесь, на этом плато, находится деревня, в которой родился и вырос знаменитый дагестанский поэт Расул Гамзатов. Собственно, вчера я ее проезжал. Сегодня у меня идет уже переход в другую долину. Ну, поехали. Метров, наверное, 15 проехал вниз. И сейчас буду езжать в поселочек Гергебель. Дагестан! Посмотрите на эти горы. Я не могу, не могу сдержать своих психопатических эмоций. Ну, а проезжать мимо с выключенной камерой это не по-людски. Речка здесь вот такая серая-серая. Купаться в ней не буду. Так и быть, пить из нее тоже не буду. Сдержусь. Рассказываю рецепт божественного десерта из Гергебеля. Это значит шоколадный крем. Там творожный крем, сверху клубничка и банан. Получается объедение. Продолжаем разговор про шикарную, так сказать, гастрономию здесь. Гунип. Натуральный сок. Абрикосовый. Гунип это деревня, которая находится буквально там в 20 километрах отсюда. Так что это местное производство. Это суперсвежий сок. Вот так вот я ухожу в очередное ущелье, в очередную долину уже другой, новой реки. Для того, чтобы подняться снова на 2000. И уже, может быть, дня через полтора-два дай бог скатиться к Дербенту, к морю. Заезжаю в Кумух. Кумухи прям строят какие-то гостиницы большие. Ну, или гостевые дома, или, может быть, что-то еще. Но три этажа для данного типа местности это уже очень круто. Даже тротуары здесь делают. Высокогорный городочек находится прямо на самом хребте. И ему просто не остается выбора. Вот так вот приходится строить дома. Все на подпорных стенках, все на крутых уклонах. На улицах Кумуха сегодня очень было много полицейских. Все потому, что в город сегодня приехал министр внутренних дел Дагестана. Еду дальше. Мне сегодня еще немножко набора высоты. А потом только спуск до самого моря. Шесть утра. Седьмой день путешествия. Я проснулся. Вот они, мои будильнички ходят. Подняли меня сегодня в полшестого. То, что мы мычали прямо возле палатки и жевали траву вместе с палаткой. Такое ощущение. Всю ночь шел дождь, молотил и убаюкивал меня тем самым. А вот и школа, поселка Кули. И поселок является районным центром. Поэтому я его сейчас медленно проезжаю, много снимаю. Все детишки идут в школу. Встретился даже с учителем физики. И они стоят, молятся сначала перед входом в школу, потом заходят. Очень классно наблюдать, как детишки шагают со своими портфелями в белоснежных рубашках, вот по этим каменным тропам. Это, конечно, только здесь можно встретить. Такие вот заправки на Кавказе. 2 200, меня сдувает, а мне еще подниматься на 2 600 сегодня. Ветер очень сильный, встречный. Незабываемый репортаж с вершины перевала 2 600. Одновременно это мой финишный, финальный перевал на весь поход. Накрыл дождь. Вот такая вот видимость. Видимость, невидимость, короче. Затянуло тучами, холодно. Но я-то поднимаюсь, мне пока тепло. Вот сейчас поеду вниз, по-любому продубею. Ну, а куртка пока сохраняет мое тепло. Все, прячу камеру, пошел сильный дождь. Музыка. Музыка. сегодняшний день это капец так начну с того что я очень много проехал потому что сегодня весь день с горы это огромнейший плюс сегодняшнего дня но у сегодняшнего дня также был огромнейший минус эта погода это дождь это холод все это в принципе терпимо но день тяжелый я уже в принципе такой подуставший немножко мне остается около 50 километров до воды я выехал я выехал из гор в цивилизацию и по сути дикая часть моего маршрута уже закончилась буду финишировать этот день темнеет очень рано 6 часов надо уже ставить ставить лагерь мне осталось два часа всего ехать надеюсь что сейчас не пойдет ливень с градом и снегом если не пойдет то все остальное уже пустяки если так представить то я сейчас самом уголку нашей страны огромной справа от меня через 20 километров буквально граница с азербайджана прямо через каспий казахстан а еду я уже подъезжаю уже почти въехал остается километров 15 до самого древнего города россии дербента так что это просто вау